7 октября 1924 года родился Фридрих Марютин. В истории Зенита этот человек занимает особое место. Он провел 10 сезонов в составе нашей команды, 6 лет подряд входил в список лучших футболистов страны, был капитаном сине-бело-голубых и выступал за сборную СССР в ее первом официальном турнире Олимпиаде 1952 года. Но главное, Марютин всегда был любимцем болельщиков. Невысокий, быстрый и техничный Фрида принадлежал к немногочисленной категории игроков, на которых ходили специально, причем не только в ставшем ему родным Ленинграде, но и в высокомерной к чужим Москве. Бывший токарь оборонного завода не боялся сказать правду в глаза Василию Сталину, мог позволить себе смертельно обидеться на первого секретаря ленинградского горкома КПСС и принимал поздравления от Мао Цзэдуна, но при этом оставался простым и остроумным, за что его все и любили. 8 октября 2010 года Александр Киржаков впервые забил за сборную России после возвращения в «Зенит». Той осенью нашему форварду удалась редкая результативная серия. Он сделал хэт-трики и в Лиге Европы, и в национальном чемпионате, дважды отличился в Нальчике, а продолжил череду бомбардирских успехов в Дублине, забив очень важный гол в отборочном поединке с ирландцами. 9 октября 2003 года «Зенит» стал обладателем уникального трофея – Кубка РФПЛ. Этот турнир проводился один раз, и многие специалисты настаивали на его полезности, но жизнь распорядилась иначе. Матчи Кубка РФПЛ проходили во время пауз в чемпионате, связанных с играми национальных сборных. На стадии 1-8 финала сине-бело-голубые оказались сильнее ЦСКА, затем выбили из турнира «Спартак» и «Торпеда». Именно в этих матчах проходила проверку на прочность наша обновленная команда, ставшая затем серебряным призером чемпионата. В двух решающих поединках соперником подопечных властимила Петржелы стал Черноморец. На Петровском «Зенитовцы» на 14-й минуте остались в меньшинстве, но выиграли 3-0 благодаря голам Николаева, Коноплева и Быстрова. А в Новороссийске была зафиксирована ничья – 2-2. Тогда мы еще не привыкли к регулярным победам «Зенита», поэтому процедура награждения выглядела и празднично, и трогательно. Этот кубок наш, причем, как выяснилось, навсегда. 10 октября 1986 года родился Эсекьель Марсело Гарай. Этот центральный защитник в 18 лет переехал в Испанию из Аргентины, выступал за «Рассинг» и «Мадридский Реал», а потом перебрался в португальскую «Бенфику». Контракт с «Зенитом» Гарай подписал во время бразильского мундиаля и еще не сыграв ни одного матча за нашу команду, уже установил высшее клубное достижение. Ранее никто из сине-бело-голубых не становился вице-чемпионом мира. Прошло всего два с половиной месяца, а оборону «Зенита» уже сложно представить без этого аргентинца. 10 октября 1949 года родился Александр Маркин, лучший бомбардир 39 чемпионата СССР. Воспитанник уральского футбола пришел в «Зенит» в 1975 и по итогам сезона стал самым результативным в команде. У этого форварда оказалось феноменальное голевое чутье. Маркина включили в число кандидатов в национальную сборную, но нападающий не справился со свалившейся на него славой. Через полгода его отчислили из «Зенита». Субтитры создавал DimaTorzok